Мы переходим к трагической странице истории вызвольных измаганий. Поворотный пункт ведет отсчет с марта 1920-го, когда повстанцы Вертнепровского уезда очутились в окружении на оккупированной территории, если называть вещи своими именами. Что такое окружение? Это значит, что остатки войск ОНР оказались изолированными от линии снабжения и обеспечения, лишенными возможности подхода войсковых подкреплений и резервов, вывоза раненых и больных. Такая ситуация ставит командование окруженными войсками перед выбором, либо сражение насмерть, либо капитуляция. Но Красное давали еще один выход повстанцам, они объявили мобилизацию и предложили таким образом им перейти на службу в РККА. И многие перешли. Отказавшиеся были объявлены дезертирами. И что им оставалось делать? На оккупированной территории им оставалось либо, как говорит военная наука, сражаться насмерть, но теперь уже по правилам партизанской войны, либо скрываться от мобилизации. Отсюда возникает вопрос. А была ли оправдана эта партизанская война в тех условиях? Была ли просчитана ее эффективность? Обратимся опять к военной науке. Она говорит, что партизанская война ведется вооруженными группами, партизанами, которые скрываются среди местного населения или же используют свойства местности, чтобы избегать открытых и крупных столкновений с противником. Также под партизанской войной понимается вооруженная борьба значительной части населения против власти, которую данная часть населения считает чуждой и оккупационной. Как мы понимаем, Петлюра это видел так. Вооруженные группы партизан создают подпольные комитеты и постепенно призывают значительную часть населения к широкомасштабному восстанию, которое разразится как раз тогда, когда сам Петлюра из Польши махнет своей волшебной палочкой. Вот такая мега задача. При этом, кроме выдачи бумажек своему полномоченным и призывов издалека, сам организатор партизанской войны ничем не мог быть полезен. Но партизанам надо было добывать себе оружие, поэтому они не могли обойтись без проведения партизанских акций, то есть разрушения инфраструктуры противника, уничтожения его живой силы. А чтобы готовить народ к восстанию, им нужно было вести информационную войну, а именно распространять бестовки, дезу и так далее среди населения. И все это возлагалось на повстанцев, которые до сих пор учились воевать в открытом бою. На минуточку. Были ли у оставшихся в оккупации повстанцев Верхнепровского уезда, то есть теперь уже партизан, ресурсы на ведение партизанской войны? Нет, нет и еще раз нет. Перед вами карта Украины по состоянию на апрель 20-го. Страна вся практически оккупирована. Видны островки, где еще кто-то пытается выйти из окружения, но Екатеринаславщина туда не входит. Оставалась только надежда, которая умирает последний, как говорят философы. И тут проявили себя еще не навоевавшиеся атаманы. В частности, 22-летний Кость Пестушка, который до мая 20-го был волосным старшиной в Ганновке, а в июне вдруг включился в эту партизанскую войну, но большей частью он ее проводил на Кировоградщине, где росли обширные густые леса и было где спрятаться. А в Верхнеднепровском уезде степь широка, единственный лес возле Комиссаровки. О других лесках серьезно говорить нельзя, как об укрытии. И вот в этой обстановке каждый повстанец принимал решение, как ему поступать. Что до Федорченко он все еще колебался. С одной стороны, у него уже было громкое имя, побратимы его звали на борьбу, и как он мог отказать? Ему 35 лет, есть опыт, военные навыки, организаторские способности. Семью не обзавелся, плакать за ним особо некому. Следовательно, можно и повоевать еще. С другой стороны, он видел суперорганизованность Красной Армии, и не забудем, что Федорченко был левого направления. Лозунги «Земля селянам, заводы рабочим» тепло отзывались в его душе. Он осторожно прощупывал почву. Можно ли как-то исправить фейл Малашко и продолжать дальше воевать вместе с красными против белых? Некоторые побратимы соглашались, но таких было меньшинство. А воевать против своих же на такое он подписаться не мог. Опять же, профессиональный революционер Федорченко вписывался в эту историю подпольной или партизанской деятельности. Какие же атаманы продолжали борьбу на криворожье? Иванов, Тишанин, за которым стоял реальный отряд, Брова, достаточно мощный организатор, из Киевской губернии приехал Карпенко. Карпенко – это псевдоним какого-то киевского помещика. Но этого было недостаточно. Самое сложное – это как раз мобилизовать народ на эту самую партизанскую борьбу. А значит, что-то им обещать. А что? Что обещать? Давайте поднажмем, а откуда-то из далекого далека к нам на ковре самолете прилетит гипотетическая поддержка. Хотя 99% что не прилетит. Иван, наш подгорный полын, хорошо описывает эти чувства среднестатистического патриота Украины. Он видел, что красных вряд ли уже выбьешь отдельными наскоками партизанских отрядов. Парень испытывал острое желание продолжать учиться или работать. Ведь ему 19 лет всего, а он уже навоевался, все силы отдал борьбе за независимость Украины. Что я хочу этим сказать? Да, бороться надо до последнего, но только в рамках тщательно разработанной операции по освобождению оккупированных территорий и при наличии серьезных союзников. Петлюра все это прохлопал и хотел единственно своим журавлиным кличем поднять народ на всеукраинское восстание. И вот в марте 20-го, после налета на Версиднепровск, Федорченко покидает Софиевку и направляется в Киевскую губернию со своими друзьями из партии левых эсеров. Он оставался в Елисоветградском и Чигиринском уездах, вероятно в Холодном Яру, до июня 20-го. На короткое время возвращался в родные края для выяснения ситуации на месте, затем снова направлялся в Киевскую губернию. Потом он в показаниях скажет, что в июне 20-го при наступлении поляков в Екатеринославской губернии вспыхнуло организованное Врангелем восстание. И группа украинцев левого течения, в том числе и он, приняли участие в ликвидации этого мятежа. Видимо, имелась в виду киевская операция войска польского, когда поляки вместе с армией ОНР пытались в апреле 20-го взять Киев. Может, что-то докатилось и до Екатеринославской губернии. Почему Федорченко считал, что восстание организовал Врангель, непонятно. Наверное, так ему казалось. Может, и не стоило упоминать об этом, но отсюда видно, что Врангель, как и вся белая армия для Федорченко, все еще оставались врагами, тогда как в красных он таких непримиримых противников не видел. В начале 20-го Карпенко ездил к Петлюре, и тот ему расписал в голубых красках, как ему действовать на оккупированных территориях. Организовать повстанческие комитеты, сельские, волосные, уездные, губернские и так далее, в каждом уезде сформировать курень, но пока ничем себя не проявлять, относиться терпимо к милиции, продагентам и ждать отмашки об общем выступлении по всей Украине. Понятно, что никто это не собирался выполнять. Как можно добыть оружие, если сдувать пылинки с милицией и продагентов? И вот мы читаем в отчете Екатеринославской губчика. Возвратившись в июне 20-го от Петлюры, Карпенко созывает съезд, который происходит в Беловском лесу. Съезд имел целью организовать широкую сеть повстанкомов на Украине, вообще и на Екатеринославщине в частности. По предложению Карпенко, на этом съезде были распределены должности. Федорченко, который занимал видное положение в украинском повстанческом движении, со своим помощником Горященко и атаманом Песчаным, отказался участвовать в движении, мотивируя это тем, что организация повстанкомов и неизбежное вслед за этим выступление отрядов окажет услугу Врангелю и подорвет Красный фронт. Кроме того, Федорченко указал, что Красная армия значительно сильнее деникинцев, которыми повстанцам приходилось до этого драться, и что, следовательно, рассчитывать на добычу оружия от Красных они не могут. Карпенко же стоял за выступление, исходя из того обстоятельства, что благодаря объявленной соввластью мобилизации в партизанские отряды прибывает много людей, не желающих идти в ряды Красной армии, и что этот момент необходимо использовать, сгруппировав силу, которая будет бороться за освобождение Украины. Федорченко же предлагал вместо выступления указать Красному командованию на факт нежелания украинцев вступать в Красную армию, предложив сделать соответствующие выводы, говоря, что таким образом повстанцы смогут сделать гораздо больше для разрешения украинского вопроса. Отряды же он предлагал передать в распоряжение Красного командования. Конец цитаты. Ну, вы поняли. С одной стороны, Федорченко пытался остудить Карпенко, потыкав его носом, что перед ними ставят нереальные задачи. С другой стороны, он подтвердил, что видит врага в белых, теперь уже в Аврангеле. Вредить Красным он не желает, а даже наоборот готов им помогать и влиться в их ряды. Он думал, что если пожурить Красных за их ошибки в проведении мобилизации, то ситуацию можно исправить. Такое чувство, что прорвалась затаенная душевная обида на Молошко, который прохлопал этот шанс и других за собой потянул. Федорченко надеялся, что сотрудничать с Красными надо для того, чтобы прежде всего прогнать белых, а потом уже законно решать украинский вопрос политическими методами, добиваться созыва украинского учредительного собрания и автономии Украины. Федорченко с Горященко и атаманом Песчаным, видимо, и раньше это все обсуждали. Горященко Георгий Николаевич, это был неизвестно кто, но жил на хуторе где-то восточнее Софиевки. А атаман Песчаный, это бывший старшина царской армии Иван Песчаный. Какие-то песчаные проживали в селе Покровка Софиевского района. И я представляю, в каком шоке находились повстанцы-партизаны, услышав эти речи. Большинство из них понимали, что если Карпенко в чем-то и не прав, то большевики это исчадие ада, и помогать им равносильно помогать самому дьяволу. И как пишут чекисты в своем отчете, все же восторжествовала точка зрения Карпенко, а заявление Федорченко было ему прощено только в силу той популярности, которой он пользовался среди повстанческой группы Екатеринославщины. Но этот выпад повстанцы будут еще долго помнить батьке атаману, хотя в общем это его авторитет не пошатнет. Слишком уж он был известный и популярный, его имя гремело на криворожье и красных упырей. Он по факту рубил как капусту. Что касается Ивана нашего подгорного полына, то после налета на Верхнеднепровск он обосновался в немецкой колонии Екатериновки. Я долго ее искала, скорее всего это Катеринопель. Поступил он там в милицию, 25 мая ему исполнилось 19 лет. Завел парень себе там девушек и все такое, и думал, что все позади. Иван был парнем дерзким, быстрым, рассудительным, и нутром чуял, что красные пришли, к сожалению, надолго, и пока что противостоять им не представлялось возможным. И вот Иван Подгорный пишет. Но вновь надвигалась грозовая туча. Карпенко, Федорченко задумали поднять повстание. Была объявлена советской властью мобилизация и появились дезертиры. Меня и Старошко потребовали они на хутор Горященки. Мы поехали. На хуторе тогда я познакомился с Пухальским, который во время налета был больной. На этом хуторе нас расспрашивали о нашей жизни и о деньгах, которые запрятал Петренко. Мы рассказали о нашей жизни и что знали о деньгах. Так окончилось наше первое посещение. При этом же свидании Старошку было поручено разыскать деньги. Он ездил и на Пятихатке, в кооперативы и в село, но денег не нашел. С того времени Старошко и Федорченко начали готовиться поднимать повстание. Потом вроде все затихло, но Федорченко, Карпенко, Пухальский, Горященко опять заговорили о повстании. Я и Старошко стали прибывать на хутор Горященко чаще. Каждый раз нас расспрашивали о том, что делается в нашем районе. Каждый раз была самогонка и закуска. Тогда было слышно, что Петлюра соединился с поляками и будет наступать. Я видел, как население относится к такому слуху, хотя это был не слух, потому что все это сообщалось также в газетах. Я равнодушно относился к подобному положению. Я знал, что плохо достанется и Петлюре, и полякам. Конец цитаты. Вот в таких настроениях находился 19-летний повстанец, который до начала 20-го честно боролся за независимость Украины. И с июня месяца ряды повстанцев начали расти. Мобилизация давала свои плоды. Им говорили, что вот еще чуть-чуть поднажмем и победим. У Федорченко были проблемы с личным составом, потому что к атаману Пестушка перебежали те повстанцы, кто был близок к Малашко. Иванов, Гниненко, Гныбеда, Петренко и другие. К тому же Пестушка оперировал в лесах холодного яра, а в степах много не навоюешь. Чекисты в своем отчете пишут, что все отряды действовали самостоятельно, не имея почти никакой связи между собой. И несмотря на усилия Федорченко, объединить свой отряд с отрядом степового, ему это не удалось, так как степовой не хотел ему подчиняться. Степовой это Пестушка, себя так называл. В общем, перед нами типичная атаманщина-партизанщина. И это все так и виделось со стороны. Газета «Время» Берлин в номере 106 от 12 июля 2020 года опубликовала статью «Восстание на Украине». И там отмечено. «На левом берегу Днепра селянские восстания. Вся Полтавщина и Херсонщина кишат отрядами повстанцев, у которых нет общей организации. Повстанцы ждут какого-нибудь энергичного руководителя, который объединил бы их и привел к одной цели». И в этом сумбуре Карпенко поручает Федорченко связаться с атаманом-живодером с Полтавщины. Вот фото, где тут живодер, непонятно. Но биография этого человека богатая. Он одно время был и в Красной Армии. Вот тут пишет какой-то начпадив Гринштейн, что живодер никому не подчинялся, был очень самостоятельный. И когда объяснял кому-то план своих действий, то, сверкая черными глазами и вытянув свою широкую ладонь, он восторженно и убедительно показывал. «Вот тут, на правой части ладони, неприятель. Вот тут, на левой части ладони, моя бригада. Тут артиллерия, там кавалерия. А я вот здесь и с силой захлопывал ладонь, показывая, как он всех их пристукнет». По этому поводу знающие его работники говорили, что живодер не особенно любит карту, он ей предпочитает свою ладонь. Теперь цитируем Полына. Тем временем Карпенко съездил к Петлюре и готовил повстание. Однажды Карпенко пригласил меня из Торошка и сказал, чтобы мы готовились к повстанию. Я же обдумав хорошенько, согласился. «Я так думал, что из этого повстания ничего не получится, потому что и Петлюра, и поляки были уже далеко отогнаны. Но надеялся, что побродив по селам какой месяц, повстанцы разбегутся, а я снова буду иметь возможность находиться в колонии». Карпенко объявил себя главным полковником, Федорченко своим помощником, мне и Сторошко сказал, чтобы мы набирали отряд повстанц. Конец цитаты. В июле 20-го Полын связался с Яковом Барабашом, чтобы договориться с ним, как ему собрать отряд. Яков Прокопович Барабаш, мы о нем много упоминали в видео об Атамане Малашко, был родом с Дружно-Надеждовки, Алферовской волости. Сейчас это село поглотила Лазуватка. И до Комиссаровского леса совсем недалеко, как мы видим. Так вот, Барабаш сказал, что в лесу стоял живодер, у которого он был. И тот сказал, что имеет человек 30 повстанцев, конных, и что уже два раза он делал налет на село Лыхевку. Уехав от Барабаша, Полын, увидав Федорченко, рассказал все, что слышал о живодере. Федорченко заинтересовался личностью живодера и поручил навести с ним мосты. Полын поехал в лес, сказал живодеру, что прибыл от Федорченко, а тот стал плакать своими пьяными слезами и просил, чтобы Федорченко дал ему помощь, что надо давно начать драться с советской властью. Чекисты в это время, 19 июля 20-го, пишут рапорт. По сведениям, в лазарете Комиссаровского ремесленного училища находятся петлюровцы, проживающие в селе Саксагань. Полынь, Федорченко и Мирошниченко. Имея связи с Петлюрой, вышеуказанные лица на совещании с живодером в Комиссаровском лесу обещали последнему свою помощь оружием. Объединившимися бандами живодера, Петренко и Полыня в количестве 500 человек совершен налет на село Вольные хутора, где в бою с нашей стороны убито 5 красноармейцев и начальник 2-го района. Бандиты, захватив 5 лошадей, ушли в Комиссаровский лес. Теперь цитируем, как описывает налет на Вольные хутора Иван Подгорный Полынь. На заре приехали в колонию Екатериновку. Отдохнули день и вечером я, старошко, полагуто, поехали к Федорченко, который был на хуторе у Горященко. В результате этого свидания Федорченко сказал мне, чтобы я собрал, сколько имею повстанцев. Но повстанцев у меня было очень мало, те, кто был в колонии только. На Комиссаровских же я и не имел надежды. Тогда Федорченко сказал, чтобы я попробовал собрать повстанцев в селе Любимовке и сказал, что он шлет им приказ. Но повстанцы Любимовки не пошли ко мне, хотя Федорченко и приказал. Они говорили, что меня не знают и, видимо, мне не верили. Дня через 3-4 мы отправились к живодеру в лес. Отправился я, старошко, полагуто, Федорченко, Кылымов, Антон Пляшник и еще повстанцев 5. Ехали целую ночь и только к утру прибыли к нему. Прибыли как раз тогда, когда живодер уже был в дороге. Он ехал со своим отрядом в налет на село Вольное Хутора. На этот раз отряд его сильно увеличился. У него было уже человек 150-200. Определенной цели налета живодер не сказал. Но можно было догадаться, что он хотел этим налетом захватить в селе оружие и вооружить свой отряд. Милиция, жившая в Вольных Хуторах, спала, поэтому сопротивления не оказала. В результате нашего налета были забраны оружейные патроны, арестовано 4 человека милиционеров. Патроны оказались сырыми. Два человека арестованные, Павел Барабаш и Николай Шмалько, были освобождены живодером, потому что им были многие повстанцы из отряда живодера знакомые и потому, что они обещали дать пулеметную ленту. Остальные два были расстреляны, больше потому, что отпущенные, особенно Павел Барабаш, их оклеветали. После этого налета, прибыв в лес, живодер имел с Федорченко продолжительную секретную беседу. После этой беседы Федорченко уехал с пятью повстанцами обратно, а мне приказал, чтобы я с таковым Барабашом собрали бы повстанцев для живодера. На следующее утро живодер торопил меня, чтобы я скорее исполнял приказания Федорченко. Мне не хотелось собирать отряд для живодера, тем более я знал, что Барабаш неявно врал, повстанцев у него не было, а у меня не было, следовательно, и подавно. Но не поехать к Барабашу было нельзя, и я на Тачанке с Кылымовым и живодеровским повстанцем отправился к Барабашу. Барабаш сказал, что он сам приедет поговорить к живодеру, и с этим меня направил было опять в лес. Но не доезжая леса, нас остановил один из партизан из отряда живодера и сказал, что как только мы выехали, отряд красных повел на лес наступление, и живодер убит, а отряд его разбежался. Проверять это известие мы не стали, а поблагодарив судьбу за спасение, повернули оглобли на колонию Екатериновку. Живодеровец остался в Комиссаровке, а мы днем благополучно добрались в колонию. В колонии мы застали Федорченко и рассказали, что знали о живодере. Больше живодера я не видал. Приехавший в колонию Пологута сказал, что живодера не убили, и что он с остатком отряда пошел на Полтавщину. Через некоторое время слышно было, что живодера убили, ибо связи с ним не держали никакой. Федорченко хладнокровно отнесся к такому известию, приказав мне, чтобы я поехал, съездил в село Ивановку, Терноватку, Алферовку, и сколько можно собрал бы повстанцев, он уехал к Карпенко. Я поехал в названную Ивановку и Терноватку, собрал хлопцев и объявил свое намерение. Собрались все в Терноватке, и на этом собрании, кажется, присутствовал рой и еще интеллигент какой-то. Они на собрании молчали, ни слова не говорили, и только после собрания угостили меня медом. Хлопцы сперва согласились, но когда надо было садиться на подводы и ехать, то поехали только 9 человек. 4 человека из Терноватки и 5 из Ивановки. На этом же сборище я познакомился с Иваном Долгим. Со мной приехало 5 человек и пристало 9. Таким образом у меня составился отряд в 15 человек. С этим отрядом я поехал в село Шелухово, а оттуда через колонию Екатериновку, в село Любимовку, где назначено было общее собрание. В селе Любимовке уже были повстанцы под командой Карпенко и Федорченко. Повстанцев было человек 100. Постояв день, к ночи Карпенко и Федорченко со своим отрядом выехали в хутор, который около села Беловки. Мне же сказали стоять в Любимовке. К этому селу через 2 дня прибыл Горященко Пухальский и с ним около 150 повстанцев. К вечеру мне был дан приказ, чтобы я с отрядом приехал в село Купянщину. Прибыв в село Купянщину, Карпенко я не застал и не знал, где он. Я дожидался, что будет дальше. Простояв день и ночь, я хотел уже возвращаться в Любимовку, так как никаких сведений о Карпенко не имел. Но вдруг приходит селянин и передает, что все повстанцы наступают на отряд, который расположился в селе Адамовке. Когда узнали об этом повстанцы моего отряда, то они подняли на меня ропот, что я сижу здесь и никуда не двигаюсь, а Карпенко уже бьется. Делать было нечего, надо было направляться к Карпенко во избежание недоразумений. Выехав на следующий день, не успели мы проехать и полверсты, как все остановились. Впереди нас показался обоз. Я послал Верхового узнать, кто узнал, что Карпенковцы. Наконец приблизился и узнал, что они наступали на Адамовку, но отступили. А Карпенко, Старожко и еще некоторых убили. Пухальский и Саев были очень огорчены смертью Карпенко и Старожко. Все они хотели хоронить повстанцев, но тут передо мною открывается будущее пребывание. Опять отряды красных будут преследовать. Опять не будет покоя. Около Екатериновки надо было перестать думать. Домой было пробраться никакой возможности. Губчака в рапорте 27 июля отмечает. Бандой в количестве 500 человек было совершено нападение на отряд в селе Адамовка. Подоспевшим отрядом банда была разогнана и в панике бежала на Саксагань, оставив убитых и раненых 59 человек. С нашей стороны убито 4 красноармейца. Замечайте соотношение убитых и раненых. 5 красноармейцев и 59 партизан. Сердце тёхкое от такой информации, насколько силы были неравные. Продолжаем читать показания Полына. Было решено ехать в Комиссаровский лес. Ехали целую ночь, но к Комиссаровскому лесу не доехали, а приехали только в лес, расположенный около села Ивановки. Старшины при этом были мне знакомы. Полагута, Пухальский, Горященко и Саев. Федорченко при этом не было и где он был, я не знал. Я решил поехать на Вертенепровский уезд в колонию. В колонии были человека 3 повстанцев. От них я узнал, что недели две назад они наступали на Алфёровку, где стоял отряд красных. Налёт не удался и собравший и командовавший отрядом Николенко был тяжело ранен. В налёте участвовали Федорченко, Брова, у которого было человек 20, Полагута, Горященко, Пухальский, пулемётчик Мамойленко и другие. После неудавшегося налёта они распустили отряд. Через два дня приезжает в колонию Федорченко и Полагута. Призвав меня, они сказали, что если я не коммунист, то должен собрать отряд и передать Федорченко. Тут мне пришлось задуматься. Меня сильно подозревали и, пожалуй, если бы не повстанцы, которые были в колонии, когда я приехал, то пристрелили бы. Не согласиться было нельзя и я дал обещание. Но в самом деле организовывать не стал. Для отвода глаз съездил в Алфёровку за бывшими повстанцами. Поехал в Алфёровку, а не в другое село, Ивановку или Терноватку, где меня меньше всего знали. Я хотел этим отговориться, что, мол, повстанцев нет и отказываются, кто есть. Я как надумал, так и сделал. Прислал Федорченко одного повстанца, который сказал, чтобы я с собравшимися ехал в Любимовку, но этому повстанцу я сказал, что отряда не имею. Конец цитаты. Больше полын, а Федорченко не упоминает. А на Киевщине почти всё это время партизанил атаман Трепет. Здесь на фото он вроде как сидит справа. Его соратником был доктор Гелиева, о котором мы упоминали в ролике о братьях Чумаченко. Когда отряд Трепет разбили, то Гелиев двинулся в Крым, чтобы найти там себе применение. Но по дороге он наткнулся на атамана Брову, и тот послал Гелиева и Федорченко в Крым от его имени в штаб Врангеля на переговоры, чтобы выяснить, как Врангель относится к украинскому вопросу. Доктор Гелиев добрался до Врангеля, но ездил ли с ним Федорченко, непонятно. Вроде как ездил, но вернулся раньше Гелиева, а тот ещё задержался, потому что в штабе Врангеля его принимали весьма гостеприимно. В августе 20-го Брова собрал повстанцев в Саксаганском лесу. На съезде также присутствовали Горященко, Данила Сердюк, это ватажок повстанцев в Новомосковском районе, вернувшийся из Крыма Гелиев и председатель повстанкома Федорченко. Съезд выдвинул Федорченко и Горященко на должность командира повстанческих отрядов Екатеринославщины. Проголосовали за Федорченко. Но тот начал отказываться от этого назначения изо всех сил. Я думаю, это потому, что эта посада отрезала ему все попытки найти общий язык с красными. Федорченко мотивировал свой отказ даже тем, что идейно он с каких-то пор стал анархистом. Но повстанцы настаивали и даже угрожали ему, что если он будет упрямиться, то с ним поступят не так великодушно, как когда-то покойные Карпенко. Тогда Федорченко пришлось согласиться для вида, а на самом же деле, они вместе с Горященко все-таки надеялись убедить побратимов, что дальнейшая борьба против красных бесполезна и все эти повстанкомы идея фикс. Что и оказалось на самом деле. Федорченко пытался уговорить партизан-повстанцев, что мобилизация в их ряды идет потому туго, что им уже никто не верит, так как они выступали против решительно всех властей – Гетманской, Деникинской и теперь вот Советской. Повстанцы от последнего довода в очередной раз впали в ступор, потому что это утверждение выглядело довольно странным для человека, который только что назвал себя анархистом. Гелиев на съезде сообщил, что он назначен штабом ОНР главой политического управления Екатеринославщины и рассказал о результатах поездки в Крым. Врангель организовывал в то время первый партизанский украинский отряд и пообещал дать им оружие, сколько нужно, но при условии, что они примут в отряд 75 врангелевских офицеров. Съезд с этим согласился. Сердюк представлял селянскую секцию повстанкома, он рассказал о повстанкоме и ситуации в Украине, о том, что в повстанком вошла партия бородьбистов, что Иван Скляр и Поленный находятся у Пестушка, и что Екатеринославская организация бородьбистов также участвует в повстанкоме. Как мы помним, политический момент был чрезвычайно важным для Федорченко. Бородьбиста – это была такая созданная большевиками типа Левая эсеровская партия в Украине. Она получилась путем переименования УПСР, в которой состоял Федорченко, в Украинскую коммунистическую партию бородьбистов, куда потом вошла и Украинская социал-демократическая рабочая партия. Это были все игры большевиков, но факт оставался фактом. Федорченко вписывался за этих типа эсеров коммунистов-бородьбистов, потому что считал себя до сих пор прежде всего политиком. В итоге Федорченко назначили командующим Екатеринославскими повстанческими войсками, состоящими из трех полков, и предложили ему дальнейшую организацию повстанцев, и пообещали, что привлекут все левые партии, в том числе так дорогих ему бородьбистов. Также ему поручили контролировать отряды Бровы, Клепача и Литвиненко, и быть представителем при штабе повстанцев. Отметим, что Литвиненко Семен Дмитриевич родом из Васелых-Тернив, он оперировал в районе Софиевки и Васелых-Тернив и Лозавадки, и было ему 19 лет. Надо сказать, что несмотря на все сомнения и противоречия, что терзали душу Родиона Федорченко, свою долю в этот партизанский период он честно внес. Рапорты красных пестрели о налетах его отрядов. В 1920 году поймали, связали и бросили в колодец 18 красных милиционеров, затем расстреляли камнезамовцев в Ганна Николаевке, 83 коммуниста в Саксагане и так далее и тому подобное. Свидетели показывали, что отряд Федорченко громил продотряды и камнезамы от продразверстки и защищал отряд Федорченко. Оперировал в районе Софиевки и Лозавадки. В докладной записке о политическом состоянии крестьянства в Украине в связи с ликвидацией кулачества как класса на имя Арджоникидзе ГПУ отмечало, что село Софиевка и часть района были переходным этапом махновских банд. 28 июля 1920 отряды Федорченко и Чирвы разобрали путь между станциями Кудашевка и Милорадовка. Ходили случаи, что за короткий период Федорченко собрал армию в 10 тысяч человек, три полка. Организация проходила через Брову, Литвиненко, Горященко Георгия Николаевича, Ивана Клепача и Скляра. Мне кажется, что эта цифра сильно преувеличена, как и отряд пестушков 20 тысяч. Других источников говорилось, что это были три центровых сотни, а также две дополнительные, то есть всего 500 бойцов. Потом все будут так и называть этот отряд Карпенко-Федорченко. Все это время Федорченко неоднократно в письмах упрекал Гелиева, что тот присылает к нему каких-то мелкотравчатых представителей политпартий и требовал послать кого-то, кого он знает лично. Но Гелиев так никого ему и не направил. Тогда у Родиона закралась мысль, что его просто обманули. 20 сентября отряд под командованием Федорченко совершил нападение на Софиевскую районную милицию и продагентов. Забрали 10 милиционеров вместе с начальником Красной милиции Ковалем и 4 агентов по продразверстке, включая Степана Никитовича Бугая. Их вывезли из села и расстреляли у немецкой колонии возле Широкого. Лишний раз напомним, что продразверстка занималась изъятием хлеба у населения, что провело к голоду в 1921-1922 годах. В конце сентября 1920 Федорченко в очередной раз категорически потребовал Гелиева прислать к нему представителей левых партий. Но вместо этого ему приказали идти к Днепру. Планировалось, что первый украинский партизанский отряд Врангеля переправится через Днепр у села Беленькое, соединится с отрядом Федорченко и все они двинутся вглубь Екатеринославщиной, чтобы объединиться с другими повстанческими отрядами и разрушить Красные тылы. И вот Федорченко вместе с Бровой и Литвиненко повели свои отряды к Днепру на место встречи у села Беленькое, куда им планировали доставить оружие с левого берега Днепра от Врангеля, который занимал тогда левый берег Днепра. Врангельские 75 офицеров с 15 пулеметами, 400 оружиями, 1000 бомбами и миллионом патронов должны были переправляться через Днепр и на правом берегу в селе Беленькое встретиться с украинскими повстанцами. Также там ждал встречи Елиев в селе Плавни напротив Беленького вместе с Мелитопольским Куренем из 100 человек Атамана Семенько и 75 врангельцев под командованием Григория Грудины, не дождавшись Федорченко, были вынуждены 27 сентября наступать на Беленькое. Грудино Григорий Емелянович, кстати, был весьма интересным человеком, начальником дивизии армии ОНР. Считается, что полковник Грудино стал прототипом большевистского разведчика в личине белого штабс-капитана Чечеля в фильме «Свадьба в Малиновке». Грудино должен был проследить, чтобы оружие использовали именно против большевиков, а не повернуто против белой армии, как того справедливо опасался Брангель, как мы это уже поняли. Но по дороге к селу Беленькое случилось то, что случилось. Навстречу отряду Федорченко двигался большой продотряд красных из Никополя на Екатеринаслав вдоль Днепра. Что было дальше, мы знаем из воспоминаний участника тех событий Миколы Гайдая, который он, к счастью, нам оставил. И случилось это возле другого моего родного села во Вниге, откуда мои предки по отцовской линии. Вот такие перипетии судьбы. Микола Гайдай згадує. Якось ранком, у кінці вересня 2020 року, Етернославский кишн наближався до Вовнигів, чтобы переправиться через Дніпро. Змучені хлопці дрімали, сидячи на конях, бо перед цим був бій з червоними і 70-верстовий перехід. У цей час у Вовнигах розташовувався полк курсантів, а у башмачці – три тисячі червоних. Фронт – 15 верст позаду. Кількіно почали спускатися у балку, аж раптом назустріч 20 вершників з 35-го будьоновського полку. Кінотників легко обезброїли і пішли далі. Стало душ розведнятися, а над Дніпром почав підійматися туман. Та коли залізли на горба, то натикнулися на майже дивізію червоних, про порівню у кого не було. Отаман Федорченко наказав перебудуватися. Тачанки з кулеметами і кінота Катернославського кошу виїхала наперед і стала в каре, а тачанки з пішими та друга частина кіноти почали спускатися вздовж балки у лісок, що доходив майже до самих Вовнігів. Все, може, якось обійшлося, та один з червоноармійців побачив схований на тачанці жовто-блакитний прапор. Ворог зрозумів, з ким має справу, і кинувся лавою. Повстанські тачанки отбили першу атаку, і настала тиша. Та хвилин через 15 червоні почали бити з боків. Повстанці не знали про будьонівців, що стояли у трьох верстах у бік фронту, і почали з боєм отходити до села. Отаман наказав братам Ге, ймовірно, брати-горобці Воробйови з Катернослава, продиратися скрізь лаву червоної піхоти йти вздовж Дніпра до Дубового острову. Друга частина відступала до вовнігів. Вперед надіслали чотири тачанки з кулеметами і сотню кінних. Коли цей авангард скочив у село, то на запитання курсантів, що там коїться, старшина повстанців відповів, що вони з 35-го будьонівського полку, а бій іде з бандитами. Курсанти тому повірили, бо у козаків були червоні стяжки. Сотня на рисях пройшла до берега. Сотник звелів розпускати попруги і кидатися з кіньми у воду. Стачанок теж випрягли коней. Всі шугнули у Дніпро. Всей час решта повстанців не витримала натиску і побігла. Почалася страшна переправа. Хлопці кидалися у Дніпро. Деякі тонули, а інші перепливали і вилазили на другий берег. Курсанти, яких перші сотні вдалося обдурити, тепер зрозуміли, з ким мають справу і почали так обстрілювати повстанців з коламетів, що голову не можна було виснути. І на лівому березі Дніпра, коли розвиднилася зовсім, кінна дивізія скочила у вовніги і почала рубати тих, хто лишився на правому березі. Та все-таки половина повстанців переправилися на другий берег Дніпра і опинилися у стані білих. Мокрі і знесилені вони рушили далі. Лише на другий день п'ятеро з тих, що лишалися з учора у вовнігах, приєдналися до уцілілих і розказали, що сталося з їх побратимами. Вот так був розбит возі села вовнігі Катернославський кіш визволення України під корінництвом атамана Родіона Федорченка. Семінко теж потім убили, його курінь теж був розгромлений. Канал Ірина Коноваць-Поплавської 1 октября 1920 года Федорченко узнал, що дорогі його серцю боротьбисты так і не вошли в Єкатернославський губернський повстанком. І на следующий день він відправляється в Крим в місці з остальними повстанцями. Він там искал Гілиєва, щоб розібратися, зачем він його дурил. Але Гілиєв уїхав в Севастополь з докладом к Врангелю. Белая армия почала відступати. Грудино ушел в горы і там пропал без вести. Як-то після совіщання на обіді атамана в октябрі 20-го, випив немного самогона, Родіон Федорченко розслабився і почав громко розмовляти, розмахивати руками і виплескивати з себе все то, що накипело на душе і не тільки у нього, а його розочарування петлюрій, як военнокомандуючим. Размахиває руками, він приговаривав, ти, Симоне, не добре робиш, треба було не так, а от так, не туди вдарити, а туди. В Сефіївці нічого определенного об атамане Федорченка сказати не могли. Одні считали, що його вбили, а інші, що атаман будто би уїхав за границю. Що касається степового блакитного, як себе називав Пестушка, тот вообще от всіх предложений Белих о сотрудничестві категорически отказався. В ноябре 20-го он издал приказ о демобилизации своей степовой дивизії до лучших времен. Так завершилась трагическая страница вызвольных змагань і к ужасу нашому ще не последняя. Петлюра все еще никак не могла манитися со своей идеєю фикс всеукраинського восстання. Это обычно так бывает, если лидер далек от реальности і живет в своем мире. Ему всех этих жертв партизанской войны було недостаточно. Це був какой-то необучаємий чоловік. І чекисты этот момент уловили. «Ты ще не наигрался? Хочеш ще жертв? Ты їх получиш. Нам как раз надо добити твої партизанскі отряди. Тот, хто нам мешаєт, тот нам і поможет», – сказали чекисты. И стали скрупулезно разрабатывать свою дьявольскую операцию. И вот в начале декабря приказом номер 73 по главной управе генерального штаба армии ОНР создается отдел повстанческих организаций в составе пяти человек во главе с каким-то подполковником Зейргошем.